Светлана Ефременко живет в этом доме три года и, по ее словам, за это время ни разу не видела результата работы сотрудников управляющей компании РЭУ-7, которая отвечает за содержание здания. Подъезды никто не убирает, не говоря уже о ремонте. Даже когда случаются ЧП, помощи от обслуживающей организации не дождаться. На втором этаже у нас на площадке разбито окно. Оно уже, я не знаю, сколько лет разбито, но в этот году его еще больше разбили. 30 октября я сделала заявку в управляющую компанию. Ничего не сделано, когда снег, метель, оно прямо туда, в подъезд, в окно залетает, и в подъезде лежит снег, можно так сказать. Сам подъезд холодный, очень холодный. Я даже не знаю, как вот эта батарея, что у нас стоит, как заходишь, как она еще не разморозилась. В подъезде страшно просто. Я не знаю, сколько там лет ремонт не делали, я здесь три года. Поэтому вот за это время я вижу, что здесь вообще ничего никто не делает. Паутина по стенам, ну в общем, вот такое вот. Слова соседки подтверждает и Наталья Дроздова. Она живет здесь 9 лет, супруг 16. И так же, как Светлана, ремонта из них никто так и не добился. Хотя заявки подавали. Так же, как и на замену стекла. Но в ответ получали только отписки. То говорят, что ремонтной бригаде указания уже дали, хотя последние так и не появились. Потом вообще заявили, что работы уже выполнили. А тем временем сквозняк, который гуляет в подъезде, проникает и в квартиры. Поэтому полы постоянно холодные. А окна во всем подъезде нужно срочно менять, потому что они на всех пяти этажах в аварийном состоянии. Поэтому я считаю, что срочно нужно сделать ремонт в подъезде и нужна замена окон. На прямую еще супруг дозвонился секретарю нашего ЖКХ. Ну, конкретного ответа он тоже от нее не получил. Сказали, будем рассматривать все. Ну, извините, уже декабрь месяц, холодно. У нас же все-таки зима, извините, до мая месяца. А никаких работ не ведется. Поэтому мы обратились и просим, посодействуйте, пожалуйста, нам, чтобы у нас в подъезде сделали ремонт. И у нас, во всяком случае, на втором этаже хотя бы застеклили это стекло, чтобы у нас было тепло в квартирах. Потому что топят хорошо, а за счет того, что постоянно открытое, можно сказать, окно, в квартирах холодно. Зато счета за свои услуги управляющая компания всегда выставляет точно в срок. И, по словам соседей, вносят ее жильцы своевременно. Хотя, по большому счету, за что платить – непонятно. Подъезд выглядит как притон. Даже крыльцо, козырек, над которым давно прогнил, вызывает негодование. Когда заходишь в наш подъезд, складывается такое впечатление, что здесь живут не люди, которые своевременно, добросовестно ведут оплату коммунальных услуг. А здесь живут бомжи, потому что, заходя в подъезд, ужасное состояние уже при входе. Весной все течет, зимой плесень. Этой плесенью дети, мы взрослые, которые заходим, выходим, постоянно дышим. Все в убожеском состоянии, все обшарпанное, все такое плачевное. Такое впечатление, что, ну я не знаю, здесь вообще жить невозможно. И это только при входе. И такое же состояние в нашем доме и на лестничных площадках. Опять же, не требуем многое. Требуем просто привести в саннормы для нормальной жизни. На лестничных площадках и правда не лучше. Стены обшарпаны, повсюду паутина, почтовые ящики наладан дышат. В том, что окна нуждаются в замене или хотя бы в ремонте, мы тоже убедились сами. Часть стекол, кстати, установили сами жильцы. С вопросом, почему обслуживающая организация не решает эти проблемы, мы обратились в РЭУ-7. Там нам пообещали, что уже сегодня заменят разбитое стекло. А ремонт, в котором так нуждается подъезд, запланируют на ближайшую весну.